Память человечества История этого договора крайне интересна. Начиная с 1420-х годов португальцы пытаются двигаться вдоль западного побережья Африки, и постепенно им приходит в голову идея о том, что обогнув африканский континент, можно добраться до Индии. В 1487 году Бартоломео Диаш достигает южной оконечности Африки, и португальцы начинают готовиться к последнему броску, который должен позволить им пересечь Индийский океан и достичь легендарной богатой Индии. Однако на Пиренейском полуострове у португальцев есть соперник, и примерно в это же время испанские короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, прислушавшись к предложению Колумба, отправляют его в 1492 году на поиски Индии, но в западном направлении. Как известно, он двинулся в сторону того, что мы сейчас называем Новым Светом, и полагал, что он открыл архипелаг, близкий к Индии. Эти новости обострили соперничество между двумя пиренейскими странами, и они постарались урегулировать свои отношения в этой гонке за право первым достичь Индии, и обратились к посредничеству римской курии. Римский папа Александр VI был испанцем, поэтому португальцы не слишком доверяли его беспристрастности, но тем не менее при его посредничестве была проведена воображаемая линия по Атлантическому океану, так называемый папский меридиан, и все, что лежало к востоку от этой линии, именовалось теперь с первой влияния португальцев. Все, что лежало к западу, было сферой влияния испанцев. Таким образом, это первый договор о разделе мира, который уже воспринимали как шарообразный, и две державы делили мир как яблоко пополам. Этот документ можно расценивать как начало европейского доминирования в мире, как оформление претензий двух перенейских держав на владение всем внеевропейским миром.